Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжаем разговор о книге пророка Иеремии и обратимся сейчас к седьмой главе. Седьмая глава – это еще одна проповедь, произнесенная Иеремией, ну и до некоторой степени не очевидно в какое время, потому что, с одной стороны, возможно, что это было сказано и во дни царя Иосии, но обычно историки говорят, что сюда, в седьмую главу, попала проповедь, произнесенная во вратах Иерусалимского храма уже после гибели Иосии в 609 году. Соответственно, тогда эта проповедь была произнесена при Иоакиме. И вот Господь обращается к Иеремии и говорит, «Иди, встань во вратах города и провозгласи то, что я тебе скажу». И говорит ему, «Провозгласи, слушайте слово Господне, все иудеи». Так говорит Господь Бог Израилев. Что же именно? Бог дает некоторое условное обетование. Он говорит, «Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на месте всем». В предыдущих главах пророк не раз говорил от лица Божьего о том, что изгнаны будут, изгнаны будут иерусалимляне, потому что дела их были злые, потому что слово Божье они слушать не хотят и продолжают жить не по правде, жить ложью и насилием, и предательством. Вот за это будут они изгнаны из Иерусалима, и Господь не раз уже в предыдущих главах через Иеремию говорил об этом, о народах, идущих с севера. Но все же снова Господь говорит, «Исправьте пути ваши, и я оставлю вас жить на месте всем». И еще не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Речь идет о том, что среди жителей Иерусалима немало было в те времена людей, которые полагались искренне или пропагандистски, мы уже не знаем, но все же полагались на то, что вот здесь святыня Богу, Иерусалимский храм, святыня Богу, здесь ковчег Завета, здесь керубы, под сенью крыл которых прибывают ковчег, здесь приносятся жертвы, здесь храм Господень, здесь вот все эти святыни. И поэтому, предполагала эта логика, ничего не будет с нами, никто на нас не покусится, а если и покусится, то непременно с позором отступит, как сену Хирип в одни царя языки, потому что тут святыня Господня. Ну и, по совести сказать, в современной жизни часто христиане думают точно так же. Думают, что вот эти осязаемые, зримые святыни являются какой-то такой опорой, твердой, а на самом деле твердой опорой являются только вера Богу и правда Божья, реализуемая в человеческой жизни. А вот этот вот храм Господень, храм Господень говорит с саркастической, в сущности, интонации, Бог через Иеремию, нет, не надо на это надеяться, это обманчивые слова, обманчивые. Святыни не защищают. Если ваша жизнь не строится на принципах правды, милости и правосудия, святыни не защищают. И уповать и надеяться на них бесполезно. Это один из самых важных моментов в седьмой главе, но далеко не единственный. Дальше Господь говорит о том, что если вы совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови, и не пойдете вслед иных богов, то я оставлю вас жить на месте всем. Снова и снова вот те претензии, которые предъявляет Бог. Верно производить суд или неверно? Притеснять мигранта, сироту и вдову, проливать невинную кровь или нет? Вот это основные. Кому кланяться? Богу или чему-то выдуманному людьми? Вот это те фундаментальные вещи, которые определяют наш путь перед Богом, определяют, и определяют, то оставляет нас Бог жить на месте всем, на земле, которую он дал отцам нашим, или нет? И продолжает Господь через Иеремию, вот вы надеетесь на обманчивые слова, имеется в виду то, что было выше сказано о разнообразных святынях. Как изумляется пророк, как так может быть? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, ходите валом, а потом приходите и становитесь перед лицом моим, в доме моем и говорите, у нас все хорошо, мы спущены. Как так получается? Как это может быть? В общем, вопрос-то и риторический. Я бы сказал, что в каком-то смысле даже и чего-то принципиально нового тут нет по сравнению с другими пророками, но поражает, конечно, интонация. Та боль и скорбь сердца, которая невозможно понять, принадлежит самому Богу или Иеремии, или обоим. Как это так? Как это говорить? Как так может быть, что вы становитесь перед лицом моим, а руки ваши полны крови, совесть ваша отягощена враньем, насилием и неправосудностью? Как так может быть? И Господь продолжает дальше говорить о том, что ну, если бы я на это соглашался, говорит Бог, ну, вы тогда подумали бы, что это не мой дом, а вертеп разбойников. Не соделывался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот, говорит Господь, я это вижу. Я это вижу. И я это видел раньше. Бог таким образом сравнивает храм, в который мы приходим с лживым сердцем и нечистыми руками, как вертепом, видит это как вертеп разбойников. И, наверное, нет нужды напоминать, что это место цитирует Господь Иисус, когда изгоняет из храма торгующих, говоря о вертепе разбойников и о неправде в жизни. Далее Бог напоминает жителям Иерусалима, что уже была такая история с братским народом, с северным царством, народом Израиля, который происходит из того же корня от Авраама и вместе с иудеями вышел из Египта. Вот с ними уже это все происходило. Посмотрите, что с ними произошло из-за нечестия народа моего Израиля, говорит Господь. И иудеям напоминает, но если вы идете теми же путями, то и вы будете так же отвергнуты мною. То и вы будете так же отвергнуты мною. И я уже говорил, когда мы обсуждали предыдущие главы, что Иеремия на самом деле конечно патриот большой и для него мучительно, мучительно и страшно говорить вот такие вещи о собственном народе. буквально он слезами обливается и страдает из-за того, что вынужден говорить это. И конечно же он молится за свой народ, но вот здесь Бог говорит ему, а ты не проси за этот народ и не возноси за них молитвы, и не ходатайствуй предо мной, потому что я не услышу тебя, я не буду тебя слушать. Посмотри, что они делают в городах Иудеи на улицах Иерусалима. Здесь в первую очередь речь идет о разнообразных ритуалах поклонения всяким чужим выдуманным богам. Там собирают дрова, отцы разводят огонь, женщины месят тесто, чтобы делать пирожки и для богини неба. Вот. Чтобы огорчать меня, как выражается здесь пророк. И чрезвычайно важное тоже утверждение делает Господь вот какое. Но меня ли огорчают они? Вот это вот все поклонение, почитание чужих богов. не единого бога, а чужих богов. По совести сказать, в каком-то смысле атеизм оказал нам большую услугу, потому что в нашей сегодняшней жизни, в нашем культурном контексте почитание иных богов встречается крайне редко и все же граничит с клиническими случаями. А как правило, люди там, где мы с вами живем, почитают либо почитают единого бога, либо не почитают никого. Да, в этом смысле нам отчасти свезло. Но мир не ограничивается только нами. И есть действительно культуры, контексты, страны, фрагменты пространства, где и в самом деле вот такой синкретизм попытки сочетания всех культов и культа почитания единого бога истинного и всякой дребедения, где вот это вот все как-то там перемешивается в какую-то такую манную кашу шамбалической духовности. Понимаете, вот Господь обо всем этом говорит, вы думаете это меня? Они огорчают этим. Нет. Нет. Самих себя к стыду своему. Потому что вот изливается гнев моя, ярость моя. люди, которые до такой степени находятся в помутнении сознания, что почитают как реальность вот всех этих идолов, всех этих выдуманных бесконечных божеств тучами вьющихся по поднебесью. Вот они себя на самом деле огорчают, себе делают хуже, себе. Бог поругаем не бывает, говорит апостол Павел. И здесь тоже Бог через Иеремию говорит, что нет, это не меня огорчает, это они себя огорчают. Теперь дальше Господь говорит о том, что вот ваши всесожжения прилагайте к жертвам вашим, ешьте, что хотите, но вы мне никто. в сущности отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, который вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве. Ну, прямо вот действительно текст священного писания Ветхого Завета здесь противоречит сам себе, потому что в одном месте в книгах закона, да и в исторических книгах сущностей тоже и в некоторых других, там прямо говорится о том, что установление о жертвах, о всесожжении и всем вот этом. Вот все это постановил Бог и дал Моисею на горе Синай. И целая традиция базируется на этом фундаментальном утверждении, традиция библейская. Но в некоторых местах, в частности здесь, Бог отрицает это и говорит, нет, я не давал вам такую заповедь. Не давал, это что-то другое, идущее не от Бога. То есть как? Где же все-таки правда? Ну, можно, как вы понимаете, юлить, вилять и говорить о парадоксальности, да, чтобы красивым словом скрыть противоречивость. Но на самом деле, да, вот так. В библейской культуре есть пророческая традиция, в которую входят как Исайя, так и Иеремия, так и целый ряд других пророков. которые говорят о том, что вот весь этот культ с жертвоприношениями, там, утреннее, вечернее, все, 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 вот это, это люди придумали. А Бог не этого хотел от своего народа. Бог хотел с самого начала, с Синая, чтобы жизнь была устроена на принципах милосердия и справедливости и послушания Богу. Вот Господь говорит, я вам тогда на Синая дал вот какую заповедь, слушайтесь голоса моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходить по всякому пути, который я заповедую вам. А вот это вот все про всесожжение и все прочее, и про то, как нужно соблюдать закон, этого Бог не давал. Ну, с точки зрения научной библистики, конечно, вот эта пророческая позиция гораздо более выглядит адекватной и соответствующей историческим реалиям. Ну, и, конечно, нельзя не обратить внимания на то, что в сущности то, что здесь Бог через Иеремию называет вот этими всеми заповедями, которых я вам не давал, в общем, под этим подразумевается то, из чего впоследствии вырастает так называемая устная Тора, предание старцев, как называют это Господь Иисус. Помните, когда он говорит фарисеям вы устранили Слово Божие учениями человеческими. Вот это вот тайное учение мудрецов, которое содержит рассуждения про то, как надо применять общие принципы в конкретной жизни. Вот это фарисеи считали, что идет от Бога, открыто тайком Моисеем и переданным Моисеем мудрецам. Господь Иисус категорически отвергал вообще эту устную Тору. И здесь как раз Иеремия говорит об ее рождении, о самом начале, что это заповедь, которую я не давал вам. И Господь говорит дальше о том, что израильтяне иудеи не послушали, не преклонили ухо своего, жили по внушению и упорству злого сердца своего. Стали ко мне спиной, а не лицом. Спиной, а не лицом. С одной стороны, это, конечно, очень образное выражение, а с другой стороны, совершенно понятно, что имеется в виду. Господь предупреждает, что он посылал рабов своих пророков, но все равно люди его не слушают. И он обращается к Иеремии и говорит, когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебе не ответят. Не стала у них истины, она отнята от уст их. Тоже многие могут вспомнить евангельский образ, когда Господь говорит о том, что кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того и отнимется и то, что он думает иметь. Вот это разъяснение словам Христа. если люди отвергают истину Божью, отвергают закон, отвергают вот правду Божью, предпочитают жить по упорству слова сердца своего, то истина Божья у них отнимается. В какой-то момент все заканчивается, разваливается. И Господь продолжает и говорит о том, что сыновья Иуды поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое. И говорит о человеческих жертвоприношениях, о том, что жители Иерусалима сжигают сыновей и дочерей предвалами там в долине Яном. и это настолько чудовищно, что делает предреченное бедствие неотвратимым.